Мои дорогие, сегодня мы с вами разбираем такой культово-одиозный фильмец, который называется «Зеленый слоник». Напишите, пожалуйста, у кого получилось досмотреть этот фильм от начала до конца. Если у кого-то не получилось, напишите, почему не получилось, и у кого получилось, напишите, почему получилось. То есть, как вы себя настроили на то, чтобы все-таки его посмотреть. Так как это зрелище, согласитесь, не для слабонервных, фильм вызывает такие рвотные позывы, тошноту, страх, какую-то безысходность. То есть, самое что-то такое жуткое, как будто бы в перемешку с сексуальным возбуждением, особенно вот эта сцена какого-то такого орального насилия, она вызывает одновременно вот множество самых разных омерзительных чувств в перемешку с чем-то таким сексуальным. Вот есть что-то такое даже пугающее, как будто бы ты себе задаешь вопрос, что серьезно, ты можешь возбудиться на это. То есть, какая-то часть тебя даже будоражится на этот, как будто бы кошмар. И ты вынужден себе признаться – да. Да. Может быть, это садистичная часть. То есть, какой частью себя я присоединяюсь сейчас к этому жуткому оральному сексу, что совершенно грязному, вонючему, отвратному, то есть это как будто бы ёбли каких-то трупов, как будто бы умерших животных, что это что-то такое фарш, кровь, гной, грязь, да, омерзение. И что еще есть сексуальное возбуждение – да. И это, и как бы ты готов себе в этом признаться – да. Вот пишите, какие чувства у вас. Вот я сейчас рассказываю, что именно, что я испытываю. Вот всю палитру ощущений. Поэтому я, конечно, могу сказать, вот с этой точки зрения фильм очень сильный. Очень сильный. Ему дали награду как любительскому кино, потому что фильм снят, в принципе, на абсолютно вот такую рядовую камеру, домашнюю, непрофессиональную любительскую камеру. И именно это, режиссер у нас Светлана Баскова, и именно этого ей удалось как бы, как будто ты их снимаешь. То есть ей настолько это хорошо удалось, тебя, зрителя, погрузить в эту, как будто бы ты там присутствуешь. То есть ты свидетель этого кошмара. Когда критики оценивали этот фильм, они оценили его как такой антимилитаристский, что ли, степритчу какую-то такую, да, что как будто бы автор в некотором смысле показывает бесполезность армии, бессмысленность вот этих кровавых масс, иерархию и издевательность друг над другом. Вот этот вот отвратный БДСМ, когда старший унижает по званию младшего. И ведь эта ступенька, она же у них бесконечная. Там младший лейтенант, сержант, офицер, командир, да, и вот это вот все, я точно не знаю всю эту, так сказать, лесенку, кто за кем следует. Но как будто бы она хочет показать, посмотрите, во что это все превращается, какой смысл этого всего. Вот эта дедовщина бессмысленная, да, возьми вилку, иди чистить этот унитаз. Вспомните вот этот вот момент, да. В принципе, какой сюжет? Два, значит, младших офицера попадают за решетку за какую-то провинность, так как они два социопата. В принципе, социопатам очень трудно быть в строю и соблюдать какие-то армейские законы, жить по правилам. А на то они и социопаты. Это такие антисоциальные личности, которые не любят соблюдать закон. Соответственно, они моментально попадают в кутузку за решетку, сидят, отбывают там какое-то свое наказание. И, конечно же, не самое лучшее место достается им. Это зеленые стены, помните, какую-то, где они вообще это нашли. Ну, можно себе представить, этот фильм снимался в 90-е, что можно было найти какие-то такие гнилые помещения. Все сгнившие они сидят без еды, без воды. То есть непонятно, то ли им там очень холодно, то ли жарко, то ли что. А течет какая-то вот эта гниленькая, непонятная, унитазная какая-то водичка, весь фильм, да. И периодически к ним приходит то какой-то охранник с этими волосками длинный, как будто сам какой-то заключенный помогает. Вот не очень понятно, кто он там был такой. И вот этот товарищ старший по званию ходит, издевается, их периодически насилует, побивает экзаменационные какие-то, устраивает им там сессии и так далее, да. Давай вспоминай исторические там какие-то даты. Если ты, значит, что-то не помнишь, давай я буду тебя обить, издеваться, насиловать. И вот это мы все видим, да, как накаливая идет, накал вот этой истерики. И каждый из этих социопатов начинает вести себя тем образом в этой такой стрессовой ситуации, что, в общем-то, по большому счету он из себя представляет. Ведь этот Епифанцев, да, главный герой, очень, кстати, красивый мальчик, да, Владимир Епифанцев. И вот он у нас играет с вами такую, в общем-то, лайтовую версию социопата, все равно, да. Видно, что если бы он попал в другие условия, вероятно, он по себя и по-другому вел. Но тут, когда он видел, что второй социопат еще более придурок, чем нежели я, он как бы по-родительски, что ли, взял какой-то контроль даже над ним. То есть он был вынужден владеть ситуацией, держать свою голову в каком-то временном, но рассудке, хоть как-то. Но это было так тяжело. Он вроде бы сначала как-то похохотал над этим, да, убогеньким. Это уже был младший офицер, он был из деревни, да, такой лапоть, значит, вот он сидит с этой бороденкой, рыхленький весь такой. И мы видим, как у него есть, конечно же, небольшая такая олигофрения, честно говоря, да, он такой со сниженной критикой мужчина. И вот попадая в стрессовую ситуацию такую, у него все больше и больше нарастало психотическое состояние такого более стероидного характера. На самом деле, что один в истерику заходил, что другой. То есть и у того, и у другого развивался этот психоз. Но он имел вот такие стероидные формы в том плане, что он стал регрессировать как ребенок. Ничего, я там покакал, я насрал в тапку-то ему. И вот чем дальше шла вот эта депривация и сна, и еды, и воды, и всего, да, и вот этот страх смерти, насилия, вот этого запугивания, тем сильнее он заходил в это психотическое состояние в итоге. Обосрался, насрал в тарелку, да, стал, значит, жрать это говно, мазать этим говном, мазать стены. Значит, разбудил этого своего братишку. У братишки случилась очередная истерика. И вот этот какой-то сюр, как будто бы страшный сон, дурдом, который длится, ну, целую вечность. Причем мы не знаем, может, они там сидели всего 12 часов, да, но вот эти 12 часов, они превратились в такой ад для обоих, причем, прошу заметить, даже не для обоих, а для всех четверых, там 4 человека были задействованы. И, то есть, для всех четверых, даже для вот этого садиста, кстати говоря, мы с вами как-то, помните, разбирали очень интересный эксперимент, когда одну группу людей просили быть надзирателями, а другую группу людей просили быть, значит, заключенными. И как у заключенных усиливался такой какой-то жертвенный, да, синдром, а у надзирателей, наоборот, садистичные наклонности проявлялись. Помните, да, вот этот хороший эксперимент. Кстати, вот если я вам задам вопрос, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот мы с вами играем в игру. Вам нужно выбрать в этой игре, вы будете заключенным или вы будете надзирателем. Напишите, я буду там надзирателем, я буду заключенным. Или третий вариант, вы можете быть любовником или любовницей надзирателя. То есть вы заключенный, но у вас есть такие какие-то поблажки и у вас есть свои, значит, каналы, так сказать. Вот напишите, вот что вы выбираете и почему. Потому что это невероятно интересно, так как если ты присоединяешься как будто бы к надзирателю, то в тебе реально просыпается зверь, и его трудно контролировать. Вот в этих условиях, когда тебе все можно. Ведь обратите внимание, очень часто садистичные люди идут работать в какие-то интернаты, спецзаведения, да, в дурдом, в дома престарелых, то есть там, где это незаметно, там нет как будто бы скрытой камеры, там это все прокатит, родственники не ходят, сам ребенок или там душевно больной человек или пожилой сказать не может, рассказать что-то, вспомнить не получается и так далее. И когда у надзирателя появляется вот эта власть, он может наконец реализовать все свои потаенные какие-то желания, потому что там и тогда где-то его гнобили, а армия, собственно говоря, она же и есть, как бы, та история дедовщины, то есть они каждый прошел через садистические издевательства какие-то и сам превращается в этого садиста. То есть, собственно говоря, наш режиссер, она же оператор, она же и сценаристы там и все-все-все-все-все, да, и автор сценария и так далее, она нам это и показывает, да, Светлана Баскова. Абсурдность этого всего, то, к чему это все ведет, к каким таким беспредельным, даже это даже не назвать, даже не назвать это животным. Ну, то есть даже животное такое не делает, да. То есть вот эти скотские условия, в которые насильно, в общем-то, помещаются люди, и не очень понятно, это вообще армия или тюрьма уже, да, то есть это вообще про что? Это же в некотором смысле лишение свободы. Вот человека забирают в армию там на два года, раньше на три, сейчас я не знаю, это уже точно срослую службу и так далее. И вот он должен отбыть какое-то, как будто бы, наказание, занимаясь какой-то херней, там, копать картошку, еще что-то, да, выносить эту дедовщину, потом могут отправить на какую-то мясорубку. Зачем? Ради чего? Для чего, как будто бы, да, все эти жертвы? Про что? Какие смыслы в итоге у этого? То есть вот подвергается это все вот таким каким-то рассуждениям в данном смысле. Ну, вот такое андеграундное, да, как будто любительское такое, но при этом потрясающее кино, если честно. То есть оно потрясает. То есть сказать, что оно оставляет тебя равнодушным, нет. Оно, оно, оно тебя прямо вот за грудки хватает, за жабры. И действительно у нее это получилось. Впечатлить, впечатлить, впечатлить на всю жизнь. То есть если другие фильмы ты можешь забыть, зеленый слоник ты забыть не сможешь. Ты можешь зеленый слоник любить, можешь его ненавидеть. Ты можешь очень по-разному относиться к фильму зеленый слоник, но он просто каким-то гвоздем бам, и просто вобьется тебе в голову. Да, главным образом, вот отношение, отношение ко всему. Так вот, более того, то есть я не изучала досконально, как они там, что, и что за этим всем стояло, и так далее. Я просто посмотрела фильм, посмотрела, кто его снял. Но, по крайней мере, возникает ощущение, как будто она и сказала, пацаны, ну давайте так. Вот я вам общую идею сказала, какую-то концепцию направила, задала такой импульс к действию, так сказать. А вы теперь уже на свое усмотрение. Потому что, ну вот честно, положа руку на сердце, как будто бы вот она спонтанная, эта игра. То есть, ну она не разученная, она спонтанная. Как у нас там этого, значит, Владимира Пифанцев, да, а этот Сергей Пахомов. Вот этот Сергей Пахомов, надо, кстати, будет посмотреть обязательно с ним. А, значит, Сергей Пахомов, да, судя по погонам, старший лейтенант. Так вот, и как у него вот это вот получалось... Ну, то есть, такое невозможно разыграть. Как будто бы оно настолько органично у него все как-то выплевывалось, вот это. Моя малафья, я там сидел, я кончил вот это, и моя малафья разлетелась. И причем мне всегда казалось, что это слово малафья, это у нас было в детстве, вот это какая-то малафья, причем это малафью. Мне именно в Татарстане рассказали, когда я отдыхала на летних каникулах, я все время ездила к бабушке в Татарстан, и мне там все время вот рассказывали про какую-то малафью, что вот малафья. И я изначально знала слово малафья, а потом уже я поняла, что сперма и малафья – это вот одно и то же. Малафья, значит. И вот это малафья, там я вот заплыл в Азовском море, я там насрал, там и говно плавало, я дрочил, да, и вот это вот он рассказывает, и ты не можешь как будто бы прекратить это слушать. То есть оно у тебя вызывает состояние и омерзения, и как будто тебя сейчас вырвет. Но единственное, когда я смотрела на это говно, он немножко покакал, как-то не очень естественно, там раз, и пленочка прерывается, и потом уже это как будто говно из него валится. Но как будто бы вот он кинул что-то такой рукой, было бы еще лучше, если бы действительно попросили артиста насрать туда, в эту тарелку. Но, вероятно, это трудно. Вот такой натурализм, да, это трудно взять вот так и прямо насрать. Они и так сделали много, то есть они прыгают своими этими хуями, грязнющие, да, вот эта истерика, кульминационная такая сцена, сейчас мы к ней подойдем. Так вот, возвращаясь к этому говну, мне показалось, оно какое-то... Во-первых, цвет странный, хотя пленка сама какая-то уже не очень ясная, но все-таки цвет говна очень странный, то есть консистенция такая какая-то рыхлая, странная, то есть говно должно быть по-другому, оно как-то должно размазываться и так далее, а тут как будто бы она вот слеплена из какого-то чуть ли не хлеба. Не знаю. Вот я бы сделала это более натуралистично, но, с другой стороны, в 90-е годы, может, у нее не было этой возможности. Можно же было слепить из шоколада какую-то колбасину такую более понятную. Вот на моей футболке, кстати, это я купила в Японии в магазине говна, да, музей говна, при музее говна, магазин говна. И вот тут кренделечек, видите, такое говно. И вот везде почему-то говно, и смайлик, говно и так далее, оно всегда рисуется в виде вот этой какой-то пирамидки, да, то есть такая, но ведь это, в общем-то, понос, по большому счету. То есть это то говно, которое будет оставлять следы на унитазе. А говно в идеале не должно оставлять следы на унитазе, потому что это говорит о том, что у вас не то что-то с пищеварением. Так мне так странно, почему вы тогда говно везде, во всех мультфильмах просто везде изображаете именно вот такой вот пирамидкой. Это понос. Вот понос, он выглядит вот приблизительно вот так. Понятно, что это бывает вообще понос, когда жидкая дресня, да, но в целом, если у вас вы какаете вот такой вот таким крендельком жидким, это не здорово. Почему то ли мультипликационные какие-то, то ли мультики так это более как-то красочно это выглядит, не знаю, то ли вот, ну, непонятно. Но у меня были такие предположения, может быть, это как бы художник, который придумал эту пирамидку, может быть, он просто тучный мужчина, а у тучных мужчин обычно они не колбасками такими какают, у них поносик, и он такой по 3-4 раза в день. Они так дресчут чаще всего. У них не бывает обычно запоров у толстых, они именно дресню и такой. И, видимо, вот в его воображении говно должно было вот так вот выглядеть. Не знаю. Я все думала, думаю, куда ее приспособить, вот эту футболку, куда-то надо, думаю, надо ее как-то снять. Думаю, вроде бы я про профагов снимала уже, про запоры снимала, про, значит, синдром раздраженного кишечника снимала. О, зеленый слоник. Как раз вот вы мне, Вероника, сними зеленый слоник. Причем вы мне этого зеленого слоника просите снять уже 300 лет подряд. Я думаю, точно надену, вот когда надо будет снять зеленый слоник. Так, что еще мы с вами, значит, разберем? Так, так, так. А, ну вот кульминационная, совершенно жуткая уже сцена, да. Причем обратите внимание, что характерно. Когда братишка, это который более вменяемый, зашел вот в этот карцер, да, у него первая мысль возникла сесть под эту пытку, под эту капельку, которая должна по, как бы, исторической логике, потому что раньше была такая казнь, человеку, которого казнили, издевались над ним как-то, да, капала капелька, его привязывали, и вот эта капелька в какой-то момент казалась ему кувалдой, сводившей с ума. Человек просто сходил с ума и вообще погибал в результате. То есть фильм начинается с того, что он садится под эту капельку с желанием как будто бы сойти с ума. То есть автор сценария в некотором смысле показывает, что человек собственноручно может идти в это безумие. Зачем тебе это? Да, и вот тут вот по многослойным таким параметрам можно сказать в данном случае, как автор сценария хотел это подсветить, и как непосредственно сам наш братишка, да, то есть он хотел этого безумия, он хотел этого сумасшествия. И вот он вначале как будто бы разряд, это была как разрядка у него, орать на этого поехавшего. Как будто бы желание как бы почувствовать эту власть и свою силу над более слабым. Да, соответственно, над слабым. И это мы вот видим. И в итоге-то он и добивается того, что он сходит с ума. Он сходит с ума от всего этого, да. Настолько его это как-то впечатлило, что он это не выделил. Он и так социопаты, они и так сумасшедшие. Они и так сумасшедшие, да. Это, в общем-то, расстройство личности. Но это грань. Одной ногой они стоят вроде бы в норме расстройства личности. Это патология характера. Вспоминайте. А другой ногой они стоят в дурдоме. В принципе, их можно, их периодически госпитализируют. Почему? В общем-то, можно его отправить как в тюрьму, так и в дурдом. В дурдоме социопатов лишь шквал. Потому что очень часто и в коморбиде у них идет и биполярно-аффективное расстройство. Очень часто. На самом деле мы это можем видеть. И не только. Они легко заходят и в психоз. Посмотрите, как легко они зашли в психоз один и другой. Ведь когда они служили в армии, они более-менее были адекватными. Вот и все. Много ли, как говорится, много ли надо было? Буквально там небольшой триггер, все, и они зашли уже в психотическое состояние. И вот началось это какое-то насилие. Зашел этот старший к ним. Опять он что-то начал издеваться. Учинил вот эту расправу. Оральное какое-то наказание. Насиловал его. И вот так. И вот этот братишка не выдержал. Он его изгрыз и изнасиловал. И какую-то гортань выдрал. И что-то он этой гортанью размахивал. Эти кишки распотрошил. И все. Вот весь апогей всего самого страшного ужаса. Вот каким ты можешь вообразить себе фильм самым ужасным? Вот он вот такой. А еще, если бы это был просто какой-то фильм ужасов голливудский, то ты понимаешь, что это все неправда. А тут вот эта любительская камера, она настолько тебя пугающе трезвит. Она настолько, как будто это вообще происходит вот прям на вытянутой руке. Ты прям там сидишь. В этом и есть плюс этой камеры. Кстати говоря, вот у меня возникает ощущение снимать, что я сама буду снимать кино скоро. И тоже буду брать и буду снимать. Кстати говоря, когда я написала в себе в телеграме, что собираюсь снимать кино, а поскольку у меня так много сюжетов из моей жизни и каких-то клиентских таких случаев, да, интересных, что вот это все можно замесить и сделать абсолютный шедевр. И мне очень много писали людей, что Вероника, возьми меня, возьми меня, возьми меня, возьми меня в артисты. Но вот мне хочется брать непрофессионалов. Мне хочется брать непрофессионалов от обычных людей, и чтобы я вот видела эту способность в людях. Так вот, это вот такая моя следующая ветка развития. Помимо писательства у меня еще присоединится. Я буду снимать кино. Мне надо просто вызреть, вызреть, вызреть на это, и я его буду снимать. Так, значит, ну вот да, была такая кульминационная сцена, в которой что мы видим, в общем-то, стокгольмский синдром, да, в некотором смысле к его психозу присоединился, что он «Мамочка, на кого ж ты меня покинула?» Вот этот вот наш, да, который поехавший, он вешается на братишку, и вот он уже к нему привязался в том плане, что он смотрит на него вот как на родителя. Очень часто же, когда жертва любит своего садиста за то, что тот проявлял вообще в целом внимание, что он как-то его контролировал, регулировал, да, что какой-то как будто бы брал ответственность. Почему помимо того, что нужно выжить, да, нужно же выжить, и как бы этот синдром и формируется на том, что психическое спасает хозяина психика, психики в том плане, что она ему внушает, что все хорошо, этот человек тебя любит, и ты его любишь, вы вместе, потому что вам так нравится. В противном случае как бы сложнее выжить, то есть сложнее. Почему и развивается этот стокгольмский синдром? Он развивается для того, чтобы человек мог более-менее как-то оставаться в некой сохранности. Хотя в данном случае сохранности тут, конечно, мало, да, его растащило и расплющило по самое не хочу. Ну вот мы видим эту какую-то привязанность, что вот он к нему привязался, к нему привязался, и вот смотрел уже на него, как на такого, значит, родителя, зашел вот в такие какие-то переносы, что вот на кого-то что меня покинуло. И опять же, вот у меня стойко возникало ощущение, когда он говорил, я бы покакал пальчиком, бы вытер попу, потом листиком, и говно бы размазал, и съел бы говно, и тебя говном бы покормил. Вот стойкое ощущение, что это экспромт, что это импровизация. То есть вот с трудом мне верится, что это вообще можно разучить. Причем я своим как бы актерам, я им буду по полной программе отдавать вот эту импровизацию. И даже вот если мы посмотрим какие-то наши любимые сериалы, тот же сериал «Друзья» или «Секс в большом городе», там очень многие сцены отдавались на усмотрение непосредственно самих вот артистов. Вот как они сочтут, так они и сыграют эту сцену. И они порой вот что-то такое придумывали на ходу, что было вот в тысячу раз сильнее, нежели выученный текст. Потому что выученный текст сказать естественно и спонтанно сложно. Сложно. Почему нужно разрешать им как бы вот эту вот свободу, так сказать, творческую в выборе? Потому что она получается гораздо такая, ну что ли, интереснее. Вот так, мои кисульчики. Все, я вас целую, обнимаю. Зеленого слоника, я думаю, мы с вами разобрали. Пишите, что еще хотите вы из андеграунда, может быть, такое разобрать. Мы с вами разберем. А так обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой телеграм. Ссылочки все будут в описании.